Праздник хлеба Праздник хлебное раздолье в Татарском районе проводился в рамках празднования 110-летия со дня образования города Татарска и является брендовым мероприятием нашего района. В этом году праздник хлеба прошел во всех сельских учреждениях культуры Татарского района. В праздники приняли участие 21 муниципальное образование. Новопервомайцы развернули стилизованное подворье в фойе Дома культуры. Хозяева радушно встречали посетителей, радуя глаз колоритным оформлением и богатыми столами с щедрыми дарами земли сибирской. Прилавки изобиловали свежей и ароматной хлебобулочной продукцией. Работники культуры постарались на славу, создав настоящую ярмарочную атмосферу. В Дмитриевском сельском доме культуры участники праздника в ярких народных костюмах, украшенных цветами и злаками, по старинному обычаю встречали гостей хлебом и солью, песнями и частушками о хлебе. На выставке были представлены булочки диковинной формы, пирожки с разнообразными начинками и другие хлебобулочные изделия. Ускульское муниципальное образование традиционно представило эстонскую культуру и все, что связано с традиционным производством хлеба в Эстонии. Отличную программу в фойе Дома культуры приготовили Увальское, Козловское и Орловское муниципальные образования с разнообразными угощениями, концертной игровой программой для взрослых и детей. В буквальном смысле все сверкало и сияло в Никулинском доме культуры. Для гостей в зрительном зале был накрыт стол, а в это время работники культуры радовали зрителей музыкальными номерами авторского сочинения. В рамках районного праздника хлеба «Хлебное раздолье» коллектив Северо-Татарского ДК подготовил свою необычную конкурсную программу. Конкурс открывал пролог. Необычайно красивый стих о хлебе. Своё выступление артисты ДК начали с замечательной песни «Русское поле» в исполнении дуэта Галины Мельниковой и Александра Овчинникова в сопровождении танцевального коллектива «Зазноба». Дальнейшее действие проходило на красиво оформленном подворье, где было изобилие хлебопулочных изделий. Немецкая куха, русский хворост, пироги в ассортименте с различными начинками, пироги, открытые с оригинальным своеобразным оформлением, баранки и бублики, каравай и булки, печенье и ватрушки и многое-многое другое. Программа прошла на одном дыхании, одним словом без сучка и задоринки. Свою визитную карточку неудаченское муниципальное образование представляли в доме музея Абрама Яковлевича Штефана, известного часовых дел мастера. В уютной гостиной встречали гостей и представляли программу на двух языках – немецком и русском. Хлебная культура немцев очень разнообразна. На праздничном столе был национальный хлеб, твой бак и сладкая немецкая выпечка. В завершении программы Рита Панкратс, а также Елена и Наталья Петерс исполнили песню под аккомпанемент гитары на немецком языке. Особый интерес вызвал конкурс «Праздник хлеба» субъектов малого и среднего предпринимательства и частных лиц в сфере изготовления хлеба и хлебобулочных изделий. Пекари и кондитеры покоряли членов жюри и гостей праздника караваями, булочками, пирожками с разнообразными начинками и другими хлебобулочными изделиями. Свою продукцию представили ООО «Производственник», кондитерская «Ирен» и флагман по производству хлеба в Новосибирской области ООО «Хлеба Сибири». Конкурс показал, насколько неиссякаема фантазия культурных работников и производителей хлеба. В народе говорят «будет хлеб, будет и песня». Глубокий смысл этой фразы никогда не потеряет своей актуальности. Ведь этот красивый районный праздник и состоялся благодаря его величеству хлебу. А если сказать по-простому, народным языком, он состоялся благодаря батюшке хлебу. Но в народе также говорят «хлеб всему голова». А тех, кто возделывает Ниву, называют кормильцами. Это земледельцы, животноводы, механизаторы и другие труженики сельского хозяйства. Именно благодаря им на столах сельчан и горожан всегда есть хлеб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова